Борьбы за чемпионство. Очень хороший сезон проводит в целом. Матч разница в очках 4. Надо во что бы то ни сталось. Пробирающий до дрожи Бенния. Судит матч бригада Андре Маринера. Скотт Леджер, Ричард Уэст и... Секунду в секунду, но и к тому, как поют на Энфилде. Ливерпуль подача. Это опасно. Гол. Гол и он засчитан. Он засчитан. Алисона Бекера оттеснили. Футболисты Бёрли от мяча. Надо смотреть внимательно. Судьи очень часто помогают игрокам обороны и вратарям. Назначая штрафные за малейшее касание. За то, что пытаются локтями работать. Игроки в атаке. Сам по себе удар прекрасный. Теснят два футболиста Бёрли Алисона. И вы знаете, вот на мой взгляд, никакого нарушения здесь не было. Да, стоит человек. Еще один. Он прыгает. И Алисон напрасно надеялся. Отличный пас Фермино. Надо забивать Роберто. Удар. Рикошет. И мяч уходит всего-навсего на угловой. Ну, как сказать всего-навсего. Бёрли забился своего первого углового. Посмотрим на Ливерпуль в ответ. Фермино правильно. Этот вираж докладывал, казалось бы. А потом пытался пробить низом в ближний угол между ног сопернику. Но задел мяч защитника, полетев чуть-чуть выше. А не стелящимся ударом по траве. Аплодирует Юрген Клоп. Подзуживая и трибуны. Все правильно. Команды получают передачу. Скидка назад. Лолана убежал. Ван Дэй за боковой будет бросать Ливерпуль. Да, если бы сразу, может быть, получилась передача на ход. А Барцли показывает, что Мане его отталкивал. Уже после эпизода, надо сказать, что... Но уж точно не было здесь желания как-то обидеть соперника. Садьо Мане теперь бьет головой по мячу. Где Фермино? Фермино пока далековато. Если бы там все трое оказались... Перевод получился на Салаха, который спрятался от соперников. Прорыв. Прострел. Опасно. Гол. Гол. Мяч доносит ворота. Фермино. Повезло. Немножечко проскочил. Невероятным образом мяч мимо Томахитона и... Защитников. Но везение приходит тому, кто... Не сидит на диване. Отличный перевод. Лоланы. Отмечу великолепную передачу. Винал, думаю... И это красиво. И в последнюю секунду. Эндрик. Там много работает. Полузащита, понятно. Выбивает мяч. Из-под ноги Эндри Робертсона. Отскок. Салак опасно. Удар. Удар. Гол. Гол. Вот и Ливерпуль забил почти из ничего. Даже в тот момент, когда Рикошет возвращал мяч в штрафную. Казалось, у Салака мало шансов в этой борьбе. Но мяч из единоборства с защитником выскочил прямо, но на ногу Садио Мане. И Сенегалец был точен. Смотрим еще раз. Разворот. От Фермина. Не самый удачный пас. Вынос. Перед Баварией. Но Салах пока делает голевые передачи. А сам атакует. С левой ноги в ближний угол. С отскоком от газона пробил Салах. Здесь здорово. Принял мяч. Тут же дождался скидки. И вот Фермина и хитро пробил. Ну, по-моему, метил, опять же, между ног защитнику Джеймсу Тарковский. Пытался обмануть вратаря попадания. Против слабых соперников обошлись без Джордана и много забили. Сегодня тоже забили уже два. Тоже без Кендерсона. Но посложнее оказалась задачка. Второй главой Берли. Прострел. Вирджил Ван Дейк. Ну, здесь деваться было некуда. Просто нужно было выбивать мяч голландцев. Вирджил Ван Дейк. Под него слегка подсел соперник. Удар. Рикошет. Думаю, покажет нам лицо Ван Дейка, недовольного этим эпизодом. Но, впрочем, мы видим, что Андре Маринер не дает свисков лишних. А, нет, не угловой попал в Криса Вуда. Александр Арнольд. И отсюда нужно подавать. Просто нужно подавать Робертсон. Хороший момент. Чуть-чуть. Расточка всей атаки Ливерпуля не хватает. Но мы знаем, что случается, если у Ливерпуля проблемы. Нужно забивать сюда, в чужую врату. Отвести угрозу. Еще один пас штрафную. Передача на ход. Ну, нет. Здесь это повтор момента с Барнсом. Ну, так. Просто отодвинул соперника Ван Дейка. Вот здесь ему гораздо сложнее было, когда в единоборстве с Крисом Вудом вынужден был словно опорной ногой. Такое есть. Он блокировал вынос соперника. Лолана. Сала. Удар Салаха в дальний угол. Красивый полет мяча, но не очень сильно он летел. Да и спрятать по-настоящему свое намерение египтянину не удалось. Так что голкипер был готов. Том Киттон вратарь прыгучий. Это повтор момента с Барнсом. Ну, так. Пропустил. Мане с мячом. Пас направил. Ферминов касание. Куда? По-моему, в Салахова, а не в ворота. По-моему, это был пас на Салах, а просто мяч у бразильца срезался с ноги. Но вот в действии, такой хоккейного типа выход, комбинация в чужой зоне, в действии трио нападения Ливерпуля. Это пас. Это пас, который едва не превратился в нечаянный удар по воротам. И даже в створ, и даже в гол. Мяч развернулся. Салах удержал мяч в ногах. Салах, Салах, Салах. Нет. Ну, это типа Месси, 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 да? А ведь было время, небольшой период, когда Салаха мир признавал как лучшего футболиста планеты, самого эффективного. и когда от него можно было ждать любых чудес. И заговорили. Вот, пожалуйста, вырос, вырос конкурент Месси Роналду. Лолана прострял, но не глядя. Слегка бездумно, не выбрав решение, Адам Лолана пасовал. Вот он, вот, смотрите, слева. Еще дальше Фермино свободен. А идет прострел. Сильный. И это может быть очень опасно. Высокая подача. И там рослые форварды вдвоем шли. Стоимость веков, один на один. Салах, Салах. Тобивание, гол. Фермино, 3-1. Ливерпуль уходит далеко от погони. Хотя на самом деле его погоня продолжается. Ибо главный соперник это не Бёрли, а Манчестер Сити. 3-1. Ужасно, ужасно сыграл Китон. Он, кстати, третий матч подряд, не уверенно, играет вратарь. Не удивлюсь, если Шон Дайч в следующей встрече вернется к Джокарту. Ну, а мы возвращаемся к эпизоду изо всех сил. В атаке подача. Скидка. Нужно бить поворотом. Закрыл на бике Итан. О, не закрыл. Передачу. И Бёрли забивает. Забивает за 2 минуты с небольшим. Когда, казалось, уже время подводить итоги, выяснилось, что у этого матча может быть новый разворот. Вышли на замену. Йохан Гудмунсон отправляет мяч в сетку. Роскошный пас. Пустые ворота будут. Мане, Мане, Мане гол. Садио Мане. 4-2. Ну вот спектакль. И 16-й свой мяч. Все же забился Нигалец, который не попал с 15 сантиметров. Пустые ворота после прострела Александра Арнольда. Минут 10 назад. Тогда бы 4-1. Счет стал. Продолжение следует... Продолжение следует...